Период существования Азербайджанской Демократической Республики с 28 мая 1918 года по 28 апреля 1920 года были приняты серьезные меры в области строительства независимого и демократического государства. Всем гражданам были предоставлены одинаковые права, устранены все виды неравенства, в том числе гендерное. Страной руководили видные представители национально-просветительского движения, получившие высшее образование в престижных учебных заведениях Европы, Турции и России. Политическое положение в Азербайджане усугублялось агрессивными посягательствами на территориальную целостность Азербайджана Дашнакской Армении. Руководство страны в условиях, проводимой Дашнаками этнической чистки против азербайджанцев для создания своего государства, передало исторический азербайджанский город Иреван Армении в качестве столицы. Эта историческая ошибка открыла путь очередным трагедиям в жизни азербайджанского народа и постоянной экспансии со стороны армян. В начале 1920 года советским руководством рассматривался вопрос о возможности признания независимости Азербайджана. Против этого категорически выступил Сталин. Главной причиной были геополитические интересы большевистской России на Кавказе и Ближнем Востоке, а одной из основных причин – нефть. Демократическая республика еще существовала, а Ленин уже подписал распоряжение о создании Азербайджанского нефтяного комитета. К концу апреля 1920 года Азербайджанское государство отстояло территориальную целостность страны, однако военный конфликт с Арменией на западе республики значительно ослабил оборону северных границ. Баку был вынужден сконцентрировать основные силы армии на Карабахском и Зангизурском направлениях. Армянская агрессия явилась результатом скоординированной политики Дашнаков и руководства большевистской России с целью подготовить почву для наступления на Азербайджан 11-й Красной Армии. Этот факт был впоследствии подтвержден самим армянским правительством. 28 апреля 1920 года в результате оккупации Азербайджана войсками Советской России пала Азербайджанская Демократическая Республика. В тот же день было объявлено о создании Азербайджанской Советской Социалистической Республики. 3 мая 1920 года трехцветный флаг Азербайджана был спущен с создания парламента страны. В годы советской власти при непосредственном участии кремлевского руководства Зангизур, Гюйча, часть Нахчевана и другие районы были выведены из состава Азербайджана и присоединены к Армении. В итоге территория страны, составлявшая 114 тысяч квадратных километров, сократилась до 86,6 тысяч квадратных километров. Кроме того, 7 июля 1923 года по инициативе большевистских лидеров была создана Нагорно-Карабахская автономная область. Тем самым Москва заложила внутри Азербайджана мину замедленного действия, которую через 65 лет, в 1988 году, привели в действие армянские националисты при поддержке того же Кремля. Ответом на сопротивление Советской России в Азербайджане стали жестокие репрессии. Только в 1937 году репрессиям подверглось 29 тысяч человек. Хотя большевистская Россия и Дашнакская Армения и ставили целью стереть Азербайджан с политической карты мира, превращение Азербайджана, благодаря деятельности Демократической Республики в субъект международного права, разрушило эти планы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова